Из ряда вон выходящее событие произошло в этот четверг на Клыванской трассе. На автомобиль сотрудников ЛДПР, возвращавшихся в город, было совершено нападение. И лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств и профессионализму водителя обошлось без жертв. Вот что рассказывают пассажиры машины. Сегодня ехали с приема граждан с Клывани в сторону Новосибирска. И на этой трассе, не доезжая озеро Алферова, с нами поравнялась машина Тойота серебристого цвета. Мы ехали где-то километров 90 в час, соответственно, на такой же скорости она поравнялась. И, услышав хлопок, мы услышали хлопок, я сидел на переднем пассажирском сидении, все осколки полетели в меня. По словам очевидца, сложилось впечатление, что это был выстрел. Стекло разлетелось в дребезки, как это бывает, если в него попадает камень, ну или пуля. По мнению экспертов, такой эффект мог вызвать выстрел из травматического пистолета типа ОСА, заряженного патронами с резиновой пулей. Если бы водитель был неподготовленный, то машина могла бы улететь в кувет, и мы просто разбились бы. Мы обратили внимание, как машина стала удаляться и повышать скорость свою, и уходить в точку от нас. Мы сразу же вызвали сотрудников полиции. Спасибо сотрудникам полиции, они очень быстро среагировали. Буквально в течение 10-15 минут машина была перехвачена. Мужчина, который был водителем этой машины, он был, мне так показалось, что он был заранее подготовленный к такой ситуации, что если его вдруг остановят сотрудники полиции, и он именно говорил нам, что докажите, попробуйте доказать, что это я и тому подобное. В итоге сотрудники полиции отпустили его и даже не взяли с него никакого объяснения. Кого так сильно разгневали сотрудники ЛДПР в Колыване, откуда они ехали после встречи с избирателями, пока не ясно. Однако такой вариант эти молодые политики, известные своей напористостью, не отвергают. Что думают по этому поводу правоохранительные органы, пока неизвестно. Но то, что они должны в этом ЧП разобраться и привлечь виновных к ответственности, в ЛДПР не сомневаются.